Библейский портал экзегет.ру представляет сколько египтяне, которые это делали, и израильтяне, которые поклонялись единому Богу, по-разному прошли через историю исхода. И здесь прямо сравнивается по пунктам. Что происходило? Вот тьма, которая касалась только египтян, а гибель первенцев, которая касалась только египтян, с другой стороны, свет и, наоборот, спасение среди израильтян. 19-е продолжает сравнение. А над нечестивыми, над египтянами. До конца тяготел немилостивый гнев, ибо он предвидел будущие их дела, что они, позволив им отправиться из поспешности, выслав их, раскаяются и погонятся за ними. Идет речь про то, как египтяне согласились отослать израильтян, но потом выступили в поход, чтобы их преследовать. Поэтому Бог заранее, предвидя, поступал с ними наиболее жестоко. Может показаться это несколько несправедливым, но, скажем так, было ему понятно, что это произойдет, и поэтому он дал им возможность покаяться. Это очень важный момент, да, в книге «Премудрость» Соломона постоянно проводится, но был готов к тому, что это не произойдет. «Ибо еще, имея в руках печали после гибели первенцев и рыдая над гробами мертвых, они возымели другой безумный помысл, и тех, кого с мольбой выслали от израильтян, преследовали как беглецов. Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, недостававшее их их мучениям». Судьба здесь, конечно, никак не оборимая сила, в античности у многих народов было такое представление, ну, как вот достойное их поступков наказания. «И дабы народ твой совершил славное путешествие, они нашли себе необычайную смерть». Ведь вся эта история, это не просто про погибель одних и спасение других, это некий урок, вот, кто погибнет, кто спасется. «Ибо вся тварь, тварь это сотворенный мир здесь, снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сыны твои сохранились невредимыми». Значит, тварный мир, физическая природа тоже изменяла свои свойства для того, чтобы с израильтянами произошло то, что должно. «Явилось облако, осеняющее стан, которое было им предводителем и заодно защитой от солнца, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля. Это переход через море. Из Чермного моря беспрепятственный путь, из бурной пучины зеленая долина». Чермное, конечно, это не черное, которое там у берегов Кавказа, Крыма, а это, в общем-то, традиционно считается Красное море, но мы точно не знаем, в оригинале там Ямсуф, это Тростниковое море в еврейском оригинале, возможно, это болото в дельте Нила. «Покрываемые твоей рукой, они прошли по ней всем народам, видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, играли, как агнцы, славить себя, Господи, избавить или их». То есть вот такое путешествие по дну, где они радуются. «Ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо рождения других животных произвела скнипов, и река вместо рыб извергла множество жаб». Апскнипы — это, соответственно, насекомые, которые их мучили, египтян, египтян только. И это память о египетских казнях. «А после они выделили новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи». Это про перепелов, которых во время странствования в пустыню им послал Господь. «Ибо утешением налетали с моря перепелы, и грешных постигли наказание не без знамени, бывших силой молний». То есть когда там израильтян во время перехода через пустыню Господь наказывал за их ропот, то это было не просто так, а там еще что-то происходило, чтобы подчеркнуть это наказание. «Они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам». Вот тут такой неожиданный переход. Очевидно, идет речь про Содом и Гаморру, которые сравниваются с египтянами. «Иные не принимали незнаемых странников, это в Содоме и Гаморе, когда пришли ангелы, а эти порабощали благодетельных пришельцев, египтяне-израильтян. И мало того, но еще будет суд на них за то, что те враждебно принимали чужих, а эти с радостью приняв, потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами». То есть в Содоме враждебно отнеслись к пришельцам, а в Египте стали вроде бы их принимать хорошо, но потом угнетали. «Посему они поражены были слепотою, как те некогда при дверях праведника». А вот что у них общего. «В Содоме народ, осаждавший двери Лота и требовавший отдать ему для поругания ангелов, был поражен слепотой. И египтяне поражены были тьмой. Как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объятой густой тьмой, искали каждый входа в его двери». Вот тьма как такое проявление незнания Бога, как проявление такой духовной слепоты. Самые стихи изменились. Как в арфе звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Арфа музыкальные инструменты, это же Александрия, где все это пишется, там очень много и музыки, и всего прочего. И вот звуки арфы или любого другого инструмента, они образуют музыку, изменяясь, то есть не оставаясь одними и теми же. И сотворенный мир тоже изменяется для того, чтобы сыграть вот некоторую великолепную симфонию исхода. «Ибо земные животные применялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю, там жабы, которые вышли. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угощающие свои свойства». Это про некое событие во время исхода, которое в книге «Исход», конечно, не описано, но уже дополняет, собственно говоря, повествование. «Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих, удобно разрушимых животных, и не таяло легко расстаивающий снеговидный рот небесной пищи». Это про манну, которая, соответственно, не страдала от пламени. «Так, Господи, ты во всем возвеличил и прославил народ твой, и не оставил лял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним». Вот очень важный рассказ о том, как Господь хранит израильтян, и на этом так внезапно заканчивается книга Соломона. Немножко даже непонятно, неужели нельзя какого-то вывода, но вот и есть вывод. Почитайте единого Бога, не обращайте внимания на языческие культы, которых в Александре Египетской довольно много, и не только в ней, а и тогда Господь будет с вами. Вот, собственно, основное содержание второй части «Премудрости Соломона» и всей этой книги.